Это вообще никому в голову не приходило еще несколько лет назад, что у Ганимеда есть ядро, железное ядро, железо-никелевое ядро. И стали сравнивать с Землей. Земля имеет не просто ядро, да, вот оно, внешнее ядро, ауто-кор, и потом внутреннее ядро. И если внешнее ядро жидкое, это доказано, это доказано методами сейсмологии и лабораторными, вообще говоря, тоже экспериментами. Почему оно жидкое? Потому что в жидкости модуль сдвига равен нулю. И в сейсмологии изучаются как продольные волны, так и поперечные. И так вот ядро внешнее не пропускает поперечные. И значит, эта среда жидкая. Так же, как жидкая вода, она тоже, значит, не пропускает поперечные волны. Но чтобы образовалось магнитное поле, хотя это, так сказать, вообще говоря, не наша проблема, должно еще существовать внутреннее ядро. И вот эти стрелочки олицетворяют собой движения, крупномасштабные движения во внешнем ядре, то, что называется конвекцией. И внешнее ядро образовалось, вероятно, очень быстро на ранней стадии, вот это слово, на ранней стадии акреции Земли. И сейчас новейшие изотопные данные по изотопии таких элементов Гафни и Вольфрам, говорят, что это было катастрофическое событие, которое потребовало по геологическим меркам ничтожного времени, ну там, 50 миллионов лет, на фоне 4,5 миллиардов лет. Ну вот, и тогда образовалось ядро как таковое, может быть, оно сразу было жидким уже, потому что температура плавления железа с примесями меньше, чем температура плавления силикатов. А вот внутреннего ядра, может быть, и не было с самого начала. Земля немножечко охлаждалась, поскольку всегда идет вынос энергии, хотя Земля это вообще термостат, но поскольку существует конвекция, это очень эффективный способ теплопередачи, отвода тепла, то жидкое ядро стало охлаждаться и кристаллизоваться, какая-то часть его стала кристаллизоваться. Вот, значит, за значительно более длительный период времени стало образовываться твердое ядро. И сейчас оно имеет размеры весьма приличные, это тысячи с небольшим километров. И это твердое ядро тоже не чисто железоникелевое, там 2-3% каких-то дополнительных элементов, вот опять же, типа серы. И, значит, твердое ядро кристаллизуется и увеличивается в размерах, а жидкое ядро, значит, немножко, так сказать, уменьшается в размерах. Но при этом на вот границе между вот этим овалом, где написано внешнее ядро, и мантией существует слой, вот если его видно, он называется так называемый слой D2', вот с которым связаны масса всяких, так сказать, интереснейших идей. Этот слой здесь изображен такой тонкой, достаточно, значит, пунктирной линией, но на самом деле его мощность это несколько сотен километров. 200, может быть, 300 километров. И вот он хорошо отбивается сейсмологическими методами, как граница, потому что плотность мантийного материала 5,5 грамм на сантиметр кубический, а плотность на границе ядро мантия, но плотность ядра 10, грубо в два раза. Поэтому, значит, эта сейсмология совершенно отлично, конечно, ловит эту границу. И вот на этой границе вот изображены, вот там написано, такой гипотетический начальный плюм. Вот отделяется вещество, вот которое, возможно, является, так сказать, поставщиком разного рода магматических жидкостей. Правда, вообще очень плохо понятно, как... Ведь мощность мантии, вот там написано, 2890 километров. Значит, представляете, этот плюм должен пройти такое гигантское расстояние. Как, Арной Тарнович, к вам вопрос? Ну, это, конечно, представление о существовании плюмов, оно частично базируется тоже и на геофизических данных, на измерении физических свойств. И по сейсмике прослеживается эта струя, да, существенно глубин. Ну, правда, иногда и может быть до границы с ядром, но иногда нет, где-то начинается. В общем, это, в общем, чисто динамический процесс, он моделируется теоретически. В общем, возможность подъема горячей струи существует. И потом это выражается в виде вулканической активности, простория плавятся, вот, и горячие точки ладья океана, они связаны, многие из них связаны с такими плюмами, по-видимому. Ну, есть и специфика составов в этом случае магм, больше летучих компонентов в них оказывается. Но надо сказать, что, в общем, эта проблема имеет много загадок, конечно, включая и динамику. Ну, вот, я бы хотел, вот, что еще, абсолютно прямо же связано с ядром. Но как нам быть? Я как раз сейчас хочу это сказать. Как нам быть? Дело в том, что есть одна проблема, которая нам не позволяет до конца понять, как формировалось ядро. Это действительно надо отреть по массе. И в чем заключается проблема? Есть элементы, мы их называем сидрофины, элементы, которые любят металл. Если вы приведете металл в контакт с силикатом, то они предпочтут идти в металл. Это вообще элементы группы железа, кобальт, никет, само железо. Таким же свойствием обладают платиноида, платина, палладии, иридии, осьмии. Ну, вот, когда, ну, вот, оказывается, что содержание этих элементов в породах, доступных нам, по кастинолитам, это вот верхние оболочки, содержание таково, что этих элементов слишком много для того, чтобы эти породы, минералы, были в навесе с металлом. Стоит вопрос, почему они... Да, избыток. Почему они не ушли в ядро? Да, да, нет. А еще Рингут, знаменитый вот геохимик, где-то в 65-м году, сформировал эту проблему избытка сидорофильных элементов. И мы до сих пор не можем выйти из этой ситуации. То есть экспериментально, конечно, нужно понять, как действует температура, на коэффициент распределения сидорофильных элементов между металлом и силикатом, как действует летучесть кислорода, как действует давление. Ну, сделано много экспериментов. Ну, была идея, что, ладно, мы выйдем в верхнюю оболочку земли, там все-таки давление не очень высокое, а там, где миллион атмосфер, может быть, коэффициенты эти распределения изменились. Много сделано экспериментов. При высоких давлениях были? При очень высоких давлениях были сделаны такие эксперименты? Ну, при самых высоких не было, но где-то там... В сотни килобар, да? Да, сотни килобар, да. И вроде бы, конечно, иногда можно видеть, что сдвигается, ну, сидорофильность теряется несколько. Но все-таки такого решения, доказательства, такого фактора, который бы прямо привел металл в равновесие, были признаки равновесия с металлом, все-таки не найдено до сих пор. И тогда возникает проблема. Как возникало ядро? Мгновенно отделилось, раньше отделилось, чем силикат. Вот. Что сейчас все-таки известно о происхождении? Потому что есть... Противоречия. Противоречия, да. И кроме того, кроме гипотезы, ведь формирование ядра за короткое время, ну, многие начинают рассматривать и говорить о том, что ядро формировалось более постепенно. И даже испытало какое-то изменение внутренней динамики, где-то, ну, где-то, это, где, у двух, приблизительно около 2,5 миллиардов лет там назад. И изменение этой динамики внутренней привело к тому, что стали дополнительные факторы химической дифференциации, поступление вещества в верхние слои. Вот как все-таки вот здесь добыть, как разобраться с этим? Значит, тиседрофимные элементы и, может быть, ядро формировалось более постепенно все-таки. И когда я начал заниматься этой проблемой, это было уже довольно давно, где-то 30-лишних лет тому назад, этот вопрос обстоялся в той же острове, что и сейчас. И вообще говоря, тут, конечно, может быть, мы сделали некую такую металлогическую ошибку. Надо было упомянуть имя Отта Юрьевича Шмидта, главного редактора энциклопедии, значит, полярного исследователя, основателя Института физики Земли. Он, вообще он предложил... Много людей занимались. Занимались философы Кант, занимались физики Лаплас. Существует знаменитая гипотеза, значит, Канта Лапласа, происхождение Солнечной системы и Земли. Но это очень далеко. Но Шмидт 50 лет тому назад, вообще говоря, так сказать, сделал резкое продвижение в понимании происхождения планет. И вот то, о чем я коротко сказал, что Земля сформировалась, то, что в науке называется, как однородное тело, или гомогенная аккумуляция, или гомогенная аккреция. То есть и частица железа, и частица силиката хаотически, сталкиваясь друг с другом в этом допланетном облаке, ну, сформировали шар, однородный по составу. Потом, вот как и было сказано, за время порядка нескольких первых миллиардов лет железо, в силу, просто, так сказать, законов Архимеда, и разогрева стекало вниз. Но это не нравилось многим геофизикам. И тогда была предложена другая гипотеза, тоже очень вообще красивая. И она стала называться неоднородной аккрецией, неоднородной, гетерогенной аккрецией. Суть и вообще понять очень легко, что сначала образовалось ядро. Железопластично. И вот эти маленькие железные частички, сталкиваясь друг с другом, образовали огромное ядро, вот на этом рисунке. И на него уже стала налипать силикатная мантия. И тогда вообще, может быть, это вообще было простое объяснение. То есть, как-то тогда не нужно было в готовой земле, чтобы частицы железа с поверхности прошли вот эти 2890 километров, 3000 километров, и осели бы в центр. Это вообще до сих пор непонятно. Это не подается ни моделированию толком, ни эксперименту, ни теории. Ну, вообще-то проблема, конечно. И все-таки... Хорошо, а как тогда возникло жидкое ядро? И все-таки от гетерогенной аккреции отказались. И снова пришли к выводу о том, вот о чем я уже упомянул, что все-таки тела росли однородным образом. То есть, однородным в том смысле, что они были... Железо и силикаты были перемешаны. Хаотически... Вот метеориты, это же разные тела, да? Есть хандриты, есть железные метеориты. Железных меньше. Меньше, да. Есть ахандриты. То есть, довольно большое количество метеоритов. Каждое из них, это индивидуальное тело, оно, так сказать, неповторимо. И те люди, которые занимаются космогими-метеоритикой, они знают, что, так сказать, каждый метеорит – это целый мир. Есть брекчи, есть вообще очень сложные, так сказать, метеориты, которые невозможно объяснить вот с точки зрения, там, баланса кислорода. Но все они в каком-то вот этом, так сказать, динамическом образовании, вот, 4,5 миллиарда лет назад, они все-таки образовали Землю. Но прото-Землю. И на это прото-Землю выпадали остатки больших тел из роя. И они пробивали эту Землю. Пробивали очень сильно. Разогревали. И ядро стекало. Вот, Арнольд Анатольевич, в нашем же институте Вы участвуете в экспериментах. Как раз проницаемости железных частиц. Вот, может быть, об этом надо рассказать. Да, есть. Это один из механизмов формирования ядра. То есть не только на первой стадии пробивания, но и на последующей стадии. Вообще, формирование ядра действительно имеет проблемы, которые мы не можем понять. Ну, первое, вот то, что противоречит избыточные ситофинные элементы и эксперименты, хотя сделаны при высоких давлений, мы не нашли решения. Это первая проблема. Вторая проблема, если была такая гомогенная акреция, гомогенная акреция, были частицы металла между силикатными компонентами, между кристаллами, то вопрос, как они потом сумели сесть. Как вот через эту толщу они просачивались? Вы знаете, конечно, проблему пытаются решать, но все-таки полной ясности нет. Ну, конечно, если частица, это будет не частица металла, а будет огромный шар, то он по закону тоже Архимеда, и есть расчеты. Модели такие очень ранние, да. Такой шар, в конце концов, может провалиться. Но это должны быть очень большие тела. И, в общем-то, трудно представить, как они образовались. Скорее всего, какой-то был металл, не знаю, какого размера, но в случае не такие километровые шары. Вы знаете, мы до сих пор не имеем решения. Но через эксперименты, которые были сделаны по проницаемости кристаллической массы просто вот жидким металлом... Это вот в центре фуга, да? Да, да. Они показывают, что металл не садится. Вот в нашем институте мы для моделирования подобного осаждения вместе с доктором Лебедевым делали эксперимент с использованием центрифуг. Для чего нужен был метод? Дело в том, что мы таким способом пытались ускорить процесс. Но есть процессы, скажем, осаждения, скорость будет очень медленной, и вы, чтобы увидеть этот процесс, вам, может быть, надо ждать 5 лет. С анцитрифуги с превентерией подобия мы можем этот процесс ускорить.